Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем знакомиться с новыми играми и сегодня посмотрим на демо-версию новой тактической RPG с открытым миром под названием War Tales. Эта демка появилась в рамках фестиваля Steam, то есть как вы возможно знаете сейчас в Steam идет фестиваль, где разработчики активно выкладывают демо-версии новых игр, которые еще не вышли. И я вот ищу, смотрю на них, демок очень много, ищу что-то интересное, чтобы вам показать и набрел на эту игру. Итак, подробнее об игре. Дело происходит в средние века, мы будем командовать отрядом наемников, сначала маленьким, потом он станет побольше, я надеюсь. И сейчас мы должны выбрать судьбу лидера отряда. Это влияет на стартовые условия, то есть если он будет сыном торговца, то мы получим больше золота, то есть больше крон на старте. Если он будет ветераном армии, то мы получим больше стартовой, опять же, воинской славы. Воинская слава в этой игре нужна, как я понял, для того, чтобы другие персонажи охотнее присоединились к нашему отряду. Вообще игра чем-то напоминает Mount & Blade, в общем сами все увидите. Вперед! Добро пожелать в демку. Спасибо. Итак, наш отряд появляется на глобальной карте, которая может перемещаться прямо в реальном времени. Время идет вперед, как вы видите. Давайте подберем вот эти цветы. Хорошо, в нашем отряде получается 4 человека. У каждого из них свои атрибуты, свои особенности, свои черты. Увеличение крита. Дальше, значит, экипировка. Скиллы зависят от экипировки. То есть у нас кинжал, судя по всему. Какой-то кинжал, дефис, мечик, да? Маленький. Значит, мы их будем прокачивать, опять же, качать новые скиллы. И специализацию выбирать. Но это позже. Также у нас в отряде имеется пони. Как же без лошадки? Это маленькая лошадка, ей живется не сладко, если вы понимаете, о чем я. Она занимается тем, что везет груз. Тоже может драться. В принципе, участвовать в бою. Но, наверное, она будет появляться в бою только когда на нас будут нападать на привале. Потому что в обычных боях я ее не видел. Пока что. Ну ладно, все понятно. Вот наш груз, собственно, небольшой. Потом подробнее по нему расскажу. Пока что пойдем, заберем вот этот лут. И дальше пойдем путешествовать. Да, демка маленько подлагивает. На нас нападают бандиты. И давайте тогда от бандитов мы отобьемся. И потом я подробнее поясню по интерфейсу. Что где? В бой. Битвы тут тоже имеют свои нюансы. Битвы пошаговые, тактические. По сетке. Но сетка тут не типичная. Почему? Сейчас вы видите. Значит, против нас получается бандит с луком и бандит с кинжалом. Хорошо. Так, у нас парень с большим мечом. Дальше с дубинкой. Давайте перетащим его сюда. Например, с кинжалом и с мечом тогда пойдет отсюда. Лучника тогда перетащим куда-нибудь сюда. Пока что. Дальше мы выбираем парня, который будет ходить первым. Так, у него первая помощь. Удар молотом и передвижение. Все, начали. Сейчас, значит, мы его развернем. Тогда спиной, да? Скорее всего. Удар пошел. И, значит, особенность в том, что когда мы совершили удар, он, серия, имеет плюс 50% урона, если у противника есть броня. Так вот, видите, они сейчас дерутся. Они связаны боем. Это значит, что они не могут пока что выйти из боя. И могут бить только друг друга. Вот. Но можно из этого боя выйти. В случае выхода я получу 100% урона вот от этого персонажа. Так что выходить лучше не стоит. При этом на мне дебаф, который говорит, что другие юниты могут нанести по мне урон. Причем с дополнительным шансом крита 20%. А если еще со спины зайдут, то еще дополнительно 30% будет. Так что вот такие вот дела. Есть большие минусы. Все, заканчиваем тогда ход этим персонажем. Дальше у нас идет с большим мечом. Так, он и размашистый удар. Наверное, нет. Клифф. Улыбнется. Ряда. Размашистый удар. Давай. Только один юнит, так что нормально. Ничего не будет. Тут уже первая помощь. Вот. И в общем-то можем отойти, чтобы дать дорогу нашему с кинжалом. Блин, фига себе лучник там шмаляет-то, а? Больно. Давай подходим. Блин. Неудачно переместили, да? Что идет? Бег. Кент Моуса. Средь лайнап. То 5 метров сбитвенный юнит. Между юнитами может перебежать. Ясно. По-быстрому может перебежать. Все, убьем тогда кинжалом. И в общем-то можем еще как-нибудь переместиться, но наверное не буду. Все, лучник ходит. А вот лучник уходить, конечно, не очень удобно, потому что он не попадет сейчас. Он попадет в своих. Я себя выстрелю. Поэтому придется перемещаться на удобную позицию. Например, вот сюда. Надеюсь, конечно, не попасть, но хрен знает. Тут ничего не отображается. 100%. Да, вроде нормально. То есть были случаи, когда я стрелял по врагу, на линии огня был свой и попадал я по-своему. Вряд ли это был мисклик несколько раз. Так, после убийства врага у нас урон повышен на 50%. Да, кстати, у него еще есть крик, ярость, чтобы увеличивать урон. Но сейчас не понадобилось. Так, хорошо, давайте тогда по этому лучнику шмалять. Вот там достаем, достаем. Да, попадаю. Так, крик. И урон. Хорош. Так, можешь скрыться. Можешь отойти, да? Так, ты добежишь? Добежишь. Отлично. Может потом еще это идет даже. Да, убиваем. Все. Битва окончена. Значит, по окончанию битвы мы, как обычно, получаем опыт, получаем лут какой-то, трупы врага. Тут интересно написано, что, возможно, бесполезные трупы. Кринжово как-то их брать. Дальше мы получаем кроны и получаем тряпки, да? Хорошо. Берем все. 38 опыта, 9 воинской славы. Вот она, воинская слава, тут указывается. Дальше. Некоторые ребята получили повреждения брони. Мы это все дело ремонтируем с помощью материалов. Это куски металла, куски кожи. В общем, все, что мы могли найти. Всякий хлам. И также у нас повышение, да? Окей. Мы тратим одну единицу материалов. Продолжаем. Так. У нас железная руда. Давайте посмотрим насчет нашего бронежки. Значит, во-первых, мы можем повысить атрибуты. Так, что там у тебя, дубинка? Ну, всякое нужно... Так, стоп. Да, от силы зависит. То есть, скилл завязан на силе, так что мы силу прокачиваем. Также у нас будет специализация, но только на третьем уровне. Вангард, то есть, какой-то защитник, который может чаржиться. Дальше это у нас удар, смешер, крушитель прям. С отравлением ядом. И уничтожитель. Накладывает слабость, чтобы меньше был урон у врага. Вот так вот. Да, ну и левел 5 уже тут. Дальше будет специализация. Хорошо. Дальше мы пойдем в деревеньку, очевидно. Да, Сария, по поводу лагеря. Давайте-ка мы лагерь пока что разобьем. Я покажу, как тут все устроено. Вот, наши ребята на привале. Значит, можно перемещать в разные места наши объекты. Это у нас стол. Инструментов можно что-то крафтить. Но фишка в том, что крафтить может только ремесленник. У нас пока его нет. Но сейчас будет. Так, ну-ка, давай. Значит, мы ему даем профессию ремесленник. Это шанс крита плюс 2%. Пусть будет. И сейчас посмотрю, что можно скрафтить. Ну, а скрафтить можно отмычку. Может использовано быть, чтобы открыть запертые отдельные лут. Короче, ворами используется, да? Интересно. Так, дальше. Кукинг пот. Это у нас, видимо, котел. Мясо там. Бонусы. Группе. Да, наша группа потребляет еду. Помимо всего прочего, да? То есть, они едят, кушают. Поэтому еда не должна заканчиваться. Так, ну, пока мы все равно ничего не скрафтим. Потому что у нас, видите, мало руды. И тент. Это у нас надо ткань и, опять же, кожу найти. Так, это что? Экстра форрич. Что-то, что-то фигня-то? Ну-ка. У нас валор поинс. Используется в бою, чтобы использовать отдельные скиллы. Регансам вис ищет тайм в юрис. Пока отдыхаем, мы, короче, копим эти вещи. Валоры, поинты. Хорошо. Значит, по поводу интерфейса все-таки. Давайте посмотрим. Время-то идет на привале. Нет, видимо, на нас не нападут на привале, потому что время не идет. Хорошо. Это, значит, наша, как говорится, слава вне закона. Если мы будем воровать, как-то закон нарушать, может быть, грабить караваны, что можно делать также в этой игре, то будет повышаться вот эта шкала. И чем она больше, тем, в общем-то, будут стражи за нами охотиться. Так что лучше не превышать. Мы будем, короче, в розыске, да, видите, звезда шерифа. Дальше знания. Знания нужно получать, чтобы открывать какие-то скиллы, обилки. Так, где-то я видел эти обилки. Компендиум, по-моему, да? Сейчас откроем. Вот у нас, значит, знания. Мы их копим. Открываем какие-то способности. Это, видимо, для глобальной карты, чтобы уходить от врагов. Это бег. Дальше камрадари. Это у нас для группы. Увеличивает счастье группы. И каннибализм. Когда у нас нет еды, мы можем предпринять какие-то действия, чтобы не умереть. В общем, такие вот страшные вещи. Ну и крафт. В общем-то, что мы можем крафтить? Реагенты и так далее. Наверное, все. Пока что, да. Рассказал, что мог. Крафтить мы пока не можем. Так что отправляемся дальше. Так, компаньоны. Это у нас пять. Ну, пони тоже считаются компаньоном. Дальше счастье. Счастье нашей группы зависит от многих переменных. Убедитесь, что компаньоны счастливы. И что они не покинут группу. Сейчас пока что все хорошо. И вероятность того, что кто-то покинет группу, нулевая. Дальше знания у нас по нулям. Дальше это у нас воинская слава. Да, чтобы рекрутировать новых компаньонов. Хотя, может быть, они просто тратятся будут, да, эти очки. То есть, какое-то количество очков на найм будет уходить. Дальше вот эти валор-пойнты для скиллов. Еда, которая потребляется. Так, а что у нас сколько в день-то вообще? Шесть еды потребляют, серьезно? Что-то они дофига жрут. Ну и кроны. Да, сырья, мы нашим ребятам тоже платим за службу-то. Где у нас там было-то вот? Вейджис. Двадцать семь крон. Ладно, разберемся, в общем. Значит, лут у нас тряпки, железная руда, материалы. Это у нас медикаменты, чтобы лечить раны. Вилл из коллектот автор-юс. После использования, видимо, бутылка остается. Дальше хлебушек. Это у нас пища. И цветочки. Эти цветы используются для крафта медикаментов. Комфрей. Комфрей. Знаков переводится. Короче, цветок растет. Вот, видимо, в прериях и равнинах. Все, в общем, пошли дальше. Хватит сидеть на привале. Снимаемся. Идем мы сейчас в деревню. Скорее всего, куда еще идти туда? Риверсайд называется деревенька. Конюшни. Конюшни, конюшни. Так. Значит, мы можем поговорить с пони. Давайте поговорим с пони. Перфект Эври Дэй Компаньон. Идеальный Компаньон на каждый день. Можно изучить, да? Видимо, их можно как-то покупать. Но мы сейчас это не надо. Все, ладно, поговорили с пони. Маленько темновато тут, на самом деле. Вот у нас Муник. Некий Муник. Давайте его проинспектируем. Так, и я... Когда я думаю о том, как много народу не подковывает их лошадей, это делает меня... Вон ту пол аут. И литл хайр. А их рвать на себе волосы, что ли? Понятно, да? Так вот, мы можем, короче говоря, купить подкову. Борджет и Блэксмит. В кузне сада. Бонус к отряду увеличивает скорость передвижения на 5%. Это интерес, слушайте. За 30 крон. Но я пока покупать ничего не буду. У нас так денег маловато. Можно вообще своровать, на самом деле. У нас ведь и нет воров. Но у нас появилась новая профессия вор. Так, давайте-ка посмотрим, кто у нас там был с кинжалом там. Такой будет каноничный вор. Разбойник. Вот ты, да? Как тебя зовут-то? Куанна. Господи, тут имена, конечно. Эйна и он. Вот вы можете прочитать, нет? Кто это вообще? Адель Эдилан. Ладно, благо эта дымка мы долго играть не будем, так что не буду переименовывать. Так вот, давайте мы, короче, агрегора наймем. Еще не сделаем. Это у нас ловкость плюс один будет, да? Хорошо. Причем у... Как раз на ловкости зависит все, да? Да, как раз на ловкости все. Хорошо, слушаем. Прекрасно. Все, у нас вор имеется. Давайте. А, слушайте, у нас, если мы украдем что-то, то у нас будет много... Да, мы, видите, до 100 прямо. Вот так вот. Ворвать-то нельзя, оказывается. Кто бы мог подумать? Ничего, я, кстати, не сворвал ничего. Не получилось, видимо. Ну и все, в общем-то, мы тут ничего не сделаем больше. Поговорить с ним можно, но что-то фигню какую-то говорит. Купи, говорит, лошадь. Купи слона. Все, сваливаем. Ну и вот, в общем-то, сейчас за нами будет охотиться, видимо. Как-то не попадаться на дороге. По дороге тут я видел, ходит патруль. Так, давайте-ка мы изучим. Видите, маленько уходит опасность там. Это у нас ткань. Беру. Так, мне на самом деле сразу понравилось в этой игре оформление вот это вот. Довольно интересно нарисовано. Поля тут всякие распаханы. Штормкэп. Господи, если бы еще дамка не лагала, было бы вообще прекрасно. Давайте сюда пока. Как думаете, стоит ли лисоваться в город, если там? У меня еще куча этого. Непонятно, да? Итак, таверна. Путешественников дальше апофекари, это что-то типа лечить, что ли, да? Мастер Хуанфордж кузнецам. Три Хэрс Маркет. Маркет рынок. Ясно. Значит, таверна, заглянем. День второго минус. Что там по кронам-то еще имеются? Давайте поговорим. Что-то там вокруг кто-то есть. Чувствую себя как дома. Камбэк офтан. Возвращайся сюда почаще. Так, пиво можно купить. Вино. Эпл панкейк. Яблочный пирог. Прекрасно. Рецепт можно готовить. Самым опытом будет. Ну чушь. Интересно, интересно. Ворвать можно опять же. Так, диос не какой-то. Приключения зовут. Можно рекрутировать. 60, да? Срави, фига себе, он дорогой. Что ты думаешь, мне не хватит сейчас денег на него? Тоже с кинжалом. Нафиг ты нужен, чувак. Я предлагаю пока походить тут, посмотреть. Может где-то можно заработать. Какой-то квест взять, например. Ищешь работу. Так, он будет саншуровать. Every service. Рогуист. Fulfilled. Request fulfilled. Наши предложения регулярно обновляются. Review. Urban Gang, dead. Короче, надо убить кого-то. Этот бандит. Too much from. Слишком много у торговцев он забрал. Средняя сложность, да? Давай чуть полегче. Тут только средняя есть. Хорошо. 175 награда. Так, что еще? Мазби стопит тванс. Раз и навсегда должен быть остановлен. Руи файон ганг. Стражи из... Не могут это сделать. Типа не их дело, что ли? Так, Freemount LT Tower. Какая-то вышка. Башня. Сбеком. Very dangerous science. Outlaws. Too cover. Короче, видимо, бандиты опять же захватили какую-то башню. Ну, давайте что-нибудь среднее возьмем. Интересно, можно несколько взять? Да. Показывает, куда идти. Прикольно. Так, вот сюда найти. Хорошо. В принципе, мы, наверное, все можем взять, да? Или пока что... А, слушайте, тут вообще есть срок-то? Непонятно. Квесты я не знаю где. Everage. Ну, пока три квеста возьмем, нормально. Тем более, два рядом. Все, сейчас бы дойти, чтобы не кончились у нас монеты. И будет все хорошо. Так, как отсюда выйти? Exit. Мы, конечно, вне закона, но... Они тоже. Так, апотекарий. Крафтить можно, да? Сразу лекарства, видимо. Папа-папа-пам. Новая профессия. Алхимик. Алхимик-алхимик. А что он дает? Сейчас посмотрим. Просто надо смотреть, опять же, на скиллы. Так. У нас уже ремесленник. Так, именить-то можно еще? Можно менять, походу. Алхимик. Ловкость, опять же, да? На ловкости. В принципе, можно лучника алхимиком заделать. Все, что-то получше не подвернется. Но я пока ничего не буду делать. Давайте мы все профессии откроем. Хотя есть. Опять же, кузнец, наверное, будет какой-нибудь. И опять же, ремесленник сойдет. Понятно. Так, что-то можно купить. Ух, лукинг. Пайер скиллы, блэксмит. Короче, ищет, чтобы нанять. Еще, короче, скиллового кузнеца. Если ты знаешь кого-нибудь. Можно взять материалы, чтобы опять же чиниться, да? Так, ну-ка, давайте купим маленько. Буквально одну штуку. Так, для галочки. И все, пока что. Так. Кузнец. Все-таки отдельная профессия. Это всякая сила будет. Ну-ка. Так, ты уже ремесленник. Critical Hit. Сила. Вообще, в перспективе, конечно, они будут менять свои профессии. Точнее, свое оружие. И я думаю, что плюс один, то плюс два. Сила, это ни на что не повлияет. Так что можно выбирать пока профессию. Вот. Давай, конфирм. 72, да? Нужно косточки кожи. Тут дерево. Короче, надо походить еще по окрестностям. Пособирать все. Все ясно. Дальше у нас чудо. Рынок. Рынок, рынок, рынок. Хочется мне все-таки понять. Они там в день потребляют столько. Шесть-то. Так, before each rest. А-а-а. Перед каждым... Перед отдыхом, что ли? Make sure you have another food in stock. Ладно, разберемся. Может быть, я зря тогда лагерь разбивал, чтобы вам показать, что к чему. Подходи, подходи. Take loot, мои. Взгляни на мои товары. Пшеница, веревка, одежда, точнее тряпки и эмбер. Чутка эмбер. Trade goods. Торговые товары. Very good price and over talents. А, просто товары, которые можно продать, да? Интересно. Может, то есть с торговцем поработать в этой игре? Ну, типичный RPG. Хочешь, торгуй. Хочешь, воюй. Все, классно. По-моему, да? Так, что еще это тут? Толк. Если ты что-то тронул, то ты это покупаешь. Забавно. LWO3FULCHIROUND, SEMUS LIKE MY EATONS, SPARRING. Что-то там типа исчезнет. Кабачок какой-то, хрен знает. Капуста, что ли? Капуста, наверное, да? Яблочки. Грейп. Грейпфрукт. Иль виноград. Соль. Так, ну мы можем, в принципе, иду-то купить, чтобы было 12 хлеб, да? Чтобы было прям... Прям огонь. Так, я не понял, я купил? Да, купил. Не знаю, хватит на еду или нет. 51. Будем разбираться. Ну и все. Побывали мы в городе. Надо дальше идти по квестам. Depart. Вот, видите, какой-то отряд идет. А, так раз, шерифы, да? То есть, если они меня поймают, то все, считай. Так, глобальная карта меня интересует. Пойдем мы сначала вот сюда. Откуда пришли? Может, по другой дороге пойти, нет? Нет, другие дороги пока опасны. Там еще какой-то караван, видите, идет. Я пробовал нападать на караван, пока это рано, короче, делать. Слишком слабый у меня пока отряд. Ну так вот, что я эту игру присмотрел там. Я прочитал в схеме, что будет русский язык на релизе, пока русского нет. Но то, что он будет, это прям круто. Мне кажется, это будет топовая игра. Опять же, похоже на Mountain Blade, как я уже говорил, но с пошаговыми боями. Так, что, они устали, что ли, так уже сильно? Надо их отдохнуть тогда. Я так полагаю, что это выносливость, но не уверен. Я, может, что-то пропущу тут, если что. Не серчайте. Так, подожди-ка, это я пришел в какие-то рудники соляные. Может, нас пропустить, заплатить ему за пропуск. Можно его напугать, но мы получим угрозу, да? Это у нас Persuade. Я не знаю, что значит Persuade. Иконка тоже я не могу разглядеть, что означает. Так, что Persuade переводить. Придется переводить и Persuade убеждать. Значит, убеждение, да? Убеждение, конечно. Да? Чё, я зря брал, что ли? Как пожелаете. Соль не может добываться, потому что Воз ту Айрон Вейнс. Две железные жилы. В общем, соль не может быть добыта Из-за этих двух железных жил. Я не понимаю, почему ты так хочешь попасть внутрь. Я тоже не понимаю, честно говоря. И просто интересно. Так, и чё? Просто так вот, да? Можно это всё смотреть. То есть, локация тут статичная, как мы поняли. Так, украсть-то можно вообще, нет? Это два золота стоит. Да, можно украсть опять же. В общем, если нужна соль, то мы тут можем, как бы, это всё полутать. Я надеюсь, что в следующий раз он не попросит меня. Слушайте, а кто может добывать-то? Майнер нужен. Вот у нас майнер. Это любопытно. Меня всё ещё беспокоит вопрос насчёт того, можно ли будет менять профессию. Вор. Ремесленник. Ну-ка, майнер, может быть. А может, они профессии будут качать? Как вариант, да? То есть, меняешь профессию, профессия качается. Да, слушайте, так и есть. Там же шоколада отображается. А ну-ка. Давай, подобывай. Просто в РПГ редко играю, как бы. Блин, грёбаные лаги. Забавно, слушайте. Фига себе, трудно. То есть, надо все, наверное, разы удачно нажать, тогда всё будет хорошо. Так, он сказал, две железные жилы, а где ещё вторая? Чёрт его знает. Так, верёвка валяется. Поднять нельзя. Сколько мы налутали, в общем? Всеми железом мы налутали. Прикольно. Вот ещё железная жила. Я её нашёл. Глаз-алмаз. Пробила не получается. А, надо прям тут нажимать, что ли? Что ты, блин? Зачем мышку наводить, непонятно, да? Совершенно непонятно. Ещё пять руды. Ну и вот, в общем-то, можем что-то уже скрафтить, я думаю. Сейчас мы выйдем из этого грёбаного, из этой грёбаной пещеры. Так, ты расчистил все залежи. Отлично. Мы можем вернуться к работе тогда. Хорошо. Возвращайтесь. Возвращайтесь, я сваливаю отсюда. Всё, надо срочно лагерь ставить. Смотрите за пищей, чтобы не пропало. Отдых. Так. Эта группа может отдохнуть и накопить, получить свою зарплату, покушать и всё такое. Для этого нужен отдых. Меня интересует больше... А, нет, и грёбаный. Ремесленник, давай. Слушай, а у майнера какой вообще этот? Конституция. Ну, в принципе, неплохо. Там вообще-то танку надо, да? Надо танку, но, в принципе, с двуручником тоже неплохо. Так, что у нас там? Ремесленник. Какая-то вроде была броня. Да. Нет, это отмычка была просто. А, котёл был, слушайте, да. Значит, готовит питательное блюдо, которое дают бонусы нашему отряду. Дальше. Назначенный компаньон назначение повара уменьшит на один потребление еды, в которой нуждается наша партия. Всё понятно. То есть, нужен повар. А что у нас такая профессия появится? Прям интересно. Давайте пробуем скрафтить. Ну, да. Как бы. Береги еду с молоду, Горисом. Первый крафтовый бонус. Знания получили мы. Замечательно. Остается понять, куда этот котелок одевается вообще. Может, его как-то пристроить надо. Place and Camp. А, вот так прямо. А, вот так вот это делается. Всё понятно. Правой кнопкой. Новая профессия повар. Хорошо. Ну, недалеко от костра нормально. Меня устраивает. Значит, что? Хочу её посмотреть. Я хочу посмотреть, что нам даёт повар. Ну, конституция, опять же. А ну-ка. Со счетом чувака надо взять. Да. Пашечка. Пузнец ты у нас будешь. Так, как пузнец, что даёт силы тоже. Давай-ка ты будешь поваром у нас. Усатый Киринал. Давай сюда. А, на два повара. Прям фига себе. Тут поворот. Ну, ладно. Тогда вот этого мы, опять же, в повара превратим пока что. Он будет вообще универсал. Окей, Кук. Хотя, опять же, он крафтит. И будет в то же время. Так что, наверное, не надо пока. Так, ну и всё, что я могу, наверное, отдыхать, то тут у нас. Я скрафтил всё, что мог. Видимо. Видимо, будут отдыхать эти два человека. Это что такое? Сапфир. Продаваемый товар. Сапфир символизирует мир и безмятежность. Да, к слову, знания. Давайте знания прокачаем. У нас бег. Больше счастья нашей группе. Скоро, что, видимо, счастье такое, если, да? Current 0. Канимализм пока не будем прокачивать. Вообще удивительно, что он имеется тут. Ну, тебе, к попробуем. Окей. Всё. Так, чтобы отдохнуть, надо покушать. Пять еды. Вот так это делается. Есть какие-то серьёзные? А почему? Угу. Два... Два куска хлеба, два каравая хлеба и... Это кабачок или капуста. Деньжер. А, вот, когда мы отдыхаем, на нас могут, видимо, напасть, да? Интересно, интересно. Ну, мы сейчас в горах, в какой-то глуши. Зарплата. А что, по нулям? Почему? Я что-то... А, мы не имеем золота, чтобы заплатить. Серьёзно? У нас же... Не хватает его, да? В общем, они могут сбежать. Надо срочно в город продавать это всё дело. Мы получили два экшн-поинта. Группа у нас отдохнула. И всё. Что у нас там, по счастью? Пока что маловероятно, что кто-то сбежит. Да, видимо, зарплата 111. Так что... Такие дела. Такие дела. Продешествуем дальше. Меня интересует, где у нас там... Справа, да? И Маунт, Алтиставр. Вот, блин, а. Чё хрен найдёшь? В идеале бы эти два квеста сделать и вернуться. Ну, как оно будет, никто не знает. Там какие-то сокровища. Бандиты. Ага. Может, тут какой-то подъём будет на город, да? Далёкий очень. Длинный. Блин, меня беспокоит то, что они будут сейчас уставать. На обратном пути подберу сокровища тогда. Сейчас-то они... Сейчас-то они мне нафига, да? Спрашивается. Так, походу, у нас оснеженный биом. Начинаются там какие-то поля. Наверное, городок будет. Как узнавать... Ну-ка, шифтом они бегать могут, да, могут бегать. Как узнавать, сильная группа или нет, вот это без понятия. Ну, их двое, как бы, я думаю, что... Стоит доверять тому, что мы видим. Рейдер и хенчман. Сойдёт, давайте подерёмся. Давайте подерёмся. Что вы там можете предложить? Ммм, ведь я с таким большим молотом. На самом деле, когда начинаешь в дымку играть, то это полный рандом. То есть, у нас может тоже попасться такой чувак с молотом. Но в этот раз мне попался чувак с мечом длинным. Так что... Так что, давайте-ка мы танк вперёд. Ну, он, конечно, условно танк. Я не знаю, щит он как бы добавляет нам чего-то. Вот они Valor Point XR. Ну, давайте я Рогу тут оставим. Чё, лучника? Камня. У них, в принципе, лучников нет, так что чё? Переживать это особо. Понял, слишком много болтаю, надо начинать битву. Угу. Бьём. Всё, заканчиваем ход. Этот чувак у нас подбегает. Так, всё-таки, наверное, скилл-то переведу. Точно. Двигается по прямой линии до пяти метров между единицами двумя. А, то есть если рядом два этих... Два врага, видимо. Так что ли? Ну и всё пока что. Он атаки больше не может. Только чуть-чуть может отойти, да? А ему не надо отходить, в принципе, чё? Нормально стоит. Как больно-то, а? М-м-м, я тут своих задену. Что интересно. Дальше я приближать не могу. Ну-ка, да, я Витя своих задеваю. Так что стоит всё-таки отходить потихонечку в будущем. Так, надо попробовать первую помощь, на самом деле. Чё там у тебя? 18. На одно ХП полечил, да? У него, видимо, максимум до 19 как раз. Ладно, допустим. Лучник. Подходит пока что сюда. Тут я своего задеваю, видимо. Тут нормально. Тут, видимо, этих двоих. Давайте попробуем. Нет, всё-таки я в одного попал. Ну и ладно, хорошо. У нас уже 50% урон дополнительный. Всё-таки не знаю почему, мне нравятся эти бои. Хоть они подлагивают. Но механика, мне кажется, довольно-таки интересная. Так, ну давай стреляю. Что делать-то? Метки-то наш снайпер. Как узнать, доходит он или нет? Шифтом не показывает. С альтом контролом тоже не показывает. Надо прятать этого лучника подальше. Так, ты у нас чё? Ты у нас, значит, переходишь... А, слушай, ты связан боем, что ли? Да, слушай, ты связан боем. Бей тогда. Так. Чёрт, больно. Чё первая помощь? Сколько у него ХП? 21? Не убью я с одного удара его. К сожалению. Да, на 2 ХП всё лечит. А больше у тебя... Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Так, хорошо, вот заходим со спины. Аккуратненько. 2 ХП остаётся. Тут не везёт, а? А нет, убивай, слушайте. То ли кританул, то ли хрен знает. Так, мы получили молот. Вообще огонь, да? Сила плюс 4. Скилл Кауд Дегрейс. Посмотрим, что за скилл. В следующем бою мы нашли еду. Вот что хорошо-то. Так, чаемся. Чаемся и продолжаем. Значит так, мечник, двуручник. Бим, мы качаем, да и всё, силу. Окей. Дальше. Лучник. Бим, мы качаем ловкость. Всё? Все довольны? Наскорее надо опять в лагерь, в привал. Я вообще правильно иду? Нет? Хрен его знает, да? Давай. Я думаю, что мы отдаём в итоге. У нас нет вообще валорпойнтов. Вот что плохо-то? Перед боем-то неплохо бы отдохнуть, но... Так, алтез тавар. Мы будем идти в лагерь, попробуем. Что нам скажут-то? Отдохнуть сейчас нельзя, потому что они не устали. Нет, можно отдохнуть, короче, но потратим мы еду. 40% опасности. Фига себе. Что нападут? Так, мне интересует сейчас, что лучше, двуручный меч всё-таки, или... Молот, вот этот. Сила плюс 4, это сила плюс 3, клик. Тут удар по площади. В принципе, там одно и то же. Просто силы больше. Мать, я возьму и молот тогда. Он не берётся с собаком. А, с Ворсман всё-таки левел 2. То есть, это всё-таки специализация, да, такая? Ну, ладно. Я думал, что можно менять оружие. Оказывается, всё сложно. Рейнджер. Арчер. Брут. Надо, короче, класс найти, который может молот отыскать. Да, видите, подсвечивается молот. То есть, можно ему взять. Подсказка была бы неплохо, да? Какое оружие можно брать? Ладно, я думаю, что щит будет получше. Всё-таки гард. Что делает гард? Что такое гард вообще? Что за параметр? Понятно. Ладно, пока со щитом побегаешь. Короче, лагерь 40% это такое себе. Попробуем мы атаковать. Вообще, в игре на самом деле есть сайвы. Можно вернуться в последнюю деревню. Не знаю, насколько большая дымка, но мне хочется поиграть ещё. Так, три бандита и лучника. Награда 215 золота, да? В бой, в бой. В бой бандиты. Мы сами бандиты на самом деле. Хорошо, против нас получается три бандита с кинжалами и один с луком. Как же мы будем воевать? Давайте вот так вот. Молчника вперёд. Теперь выходит у нас, получается, мечник. Может до сюда дойти? В принципе, может до сюда дойти? Прямо. Чтобы за спину никто не встал. Будет нормально. Давай, бей. Всё. Этот чувак завязывает вот этого в бой. Чтобы никто со спиной вообще не зашёл никогда. Лучник палит в мечника. Нормально. Спиной его к камню. Поставил. И ещё яд вдобавок, да? Ну, яд, это, конечно, неприятно. А что поделать? Давай сюда. Если как бы вдвоём на одного навалиться, то... Скорее всего, со спиной кто-нибудь подойдёт. Так что... Пока будем так сражаться. Давай, пали. Броня там ещё мешается. Три хп осталось, да? Ну, в принципе, они все связаны боем. Так что отходить-то, наверное, смысла нет. Только чтобы лучник не достал. Пока всё. Снова яд. Снова яд. Три хп. 18 там, да? У нас ходит чувак. Интересно, интересно. Вот в этого я никак не попаду. Только если зайду вот прямо сюда. Жёстко. Давай. В бочину стрелу. Два хп неплохо. Пока постой тут. Мечник добивает. Лёп. Всё, стой пока. Никуда не ходи. Рано ходить. Теперь по мечнику, да? Собака такая. Всё, добиваем этого чувачка. Получаем баф. И, наверное, бежим к лучнику, да? Чтобы он не сбежал, а куда-то встать сюда вот. По центру. Пока всё. Да, этого ещё не добить. Прошёл ход. Убиваем. Всё, прекрасно. Мы выиграли эту битву. Сейчас ходят только наши. Так, давайте его разворачиваем тогда. Снова... А, он же не может ходить-то. Это сейчас. Чёрт. Я маленько ошибся. Виноват, виноват. Разворачивать будет кто-то другой. Всё, убил. Отлично. В принципе, неплохо прошла битва. Конечно, у нас раны небольшие. Один, короче, человек ранен. Значит, мы получили что? Мы получили отмычки. Одну штуку. Дальше мы получили layer location. Показывай, это место, где находится логово какого-то бандита. Name, это placeholder. Не заполненный. Это у нас кроны. Тряпки и грибы. Фрукты. Берём. Всё берём. Значит, это мы чиним. У нас материалы ещё имеются. Окей. Ну, давайте повысим. У нас там один чувак. Повышение требует. Посмотрим. Это у нас, значит, воришка, да? Так, давайте ловкость повышаем. Хорошо. Что у нас там за рано-то? Так, ранение, ранение. Где же ты показываешься-то? А, вот он, ранение. Значит, воля у нас уменьшена наполовину. То есть, меньше будет критов. Главное, чём. Бывает. Ну, и мы можем полутаться, видимо, в этой локации. У нас сундук. Сундук, сундук. Нужен нам воришка. И отмычка. Ладно. Механика такая же, как в этом Скайриме. Сколько уже игр, слушайте, я видел, где скопирована вот эта механика открытия, да? Так, что у нас вообще по отмычкам? Только одна. Одна, это плохо. Нет. Один замок, да, вскрыт. Прикольно тут система. Так, тут ближе. Теплее. Чёрт, я потерял отмычку. Беда, слушайте, надо больше отмычек сюда приходить. Скрафтить их, что ли? Да. Видимо, придётся крафтить. Ну-ка, чё у нас там? Понятно, да? Карта-то. Найти локацию. О, как далеко. Это жесть. Ну, больше тут полутать, видимо, нечего. Крайне мере, я не вижу. А, вот ещё сундук. Слушайте, надо везде отмычки. Надо везде отмычки. Хорошо. Пробуем уйти. Сейчас попробуем вернуться. Да, можно, слушайте, вернуться. То есть, отмычки можно покрафтить. Ну что ж, для этого придётся накопить какое-то количество железа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если игра вам понравилась, если вы хотите продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok